Библейский портал экзегет.ру представляет 36 глава книги «Исход», и я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну, в ней, собственно говоря, в 36, 37, 38, 39 просто пересказано то, что было сказано о повелении построить скинью, просто вместо «сделай» сказано «изделал». Зачем, когда можно было сказать «ну да, вот так все и сделали». Наверное, для того, чтобы подчеркнуть, насколько это важно, насколько принципиально следовать именно тому образцу, который был показан Моисею, который был предписан самим Богом. Моисей позвал Бецалелла, Аголиава и всех умельцев, которым Господь даровал мастерство, всех, кто желал приступить к работе. Они взяли у Моисея пожертвования, которые сына Израилеву принесли для строительства святилища. Однако люди продолжали каждое утро нести новые и новые дары. Тогда все умельцы, строившие святилище, остановили работу, пришли и сказали Моисею, «люди приносят больше, чем нужно для работы, которую повелел сделать Господь». Моисей приказал объявить по всему стану, что ни мужчины, ни женщины больше не должны приносить пожертвования для святилища. И у людей перестали принимать дары, собрано было достаточно и даже больше, чем нужно. Вот тоже такое свидетельство энтузиазма, но добровольного энтузиазма. То есть никакой продразверстки, никаких налогов люди сами несли, и в результате, когда людям доверяют делать вклады, они дают даже больше, чем, может быть, собрали бы с них насильно. Ну а дальше вот рассказ про то, как все сделали, точная копия с очень небольшими различиями предписаний, которые были раньше. Приступившие к работе умельца соткали для скиней 10 полотнища с тонкого льна, голубой, пурпуровой, багряной пряжи. На полотнищах были вытканы херувимы. Длина каждого полотнища была 28 локтей, а ширина 4 локтя. Все полотнища были одного размера. 5 полотнищ шили вместе в один кусок, и 5 других тоже шили вместе. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделали голубые петли, и такие же петли вдоль крайнего полотнища другого куска. 50 петель на крайнего полотнища одного куска, и 50 на крайнего полотнища другого куска. Петля напротив петли. Сделали 50 золотых застежек и скрепили оба куска в одно целое скинью. Соткали из козьей шерсти 11 полотнищ, покров скинью. Длина каждого полотнища была 30 локтей и 4 локтя ширина. Все 11 были одного размера. 5 из них шили вместе, и 6 остальных тоже шили вместе. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделали 50 петель и 50 петель вдоль крайнего полотнища другого куска. То есть эти полотнища соединяются, и в месте их соединения они через эти петельки вместе скрепляются. Сделали 50 медных застежек и скрепили оба куска, чтобы получился единый покров. Сверху сделали покрытие из дубленных бараньих шкур, а поверх него покрытие из тонко выделанной кожи. Сделали для скиней рамы из акации. Каждая рама была 10 локтей длиной и 1,5 локта шириной, каждый из двух соединенных брусьев. Такими были все рамы скиней. Для южной стены скиней сделали 20 рам и 40 серебряных опор, под них две опоры под каждую раму. Там же два бруса, значит, каждый брус свою опору для обоих ее брусев. Также и для второй северной стены скиней сделали 20 рам и 40 серебряных опор, под две опоры под каждую. Для задней западной стены скиней сделали 6 рам, а для задних углов еще две рамы. Внизу эти рамы были раздвоенными, а наверху, там, где первое кольцо, цельными. Таких рам было две, по одной на каждом углу. Для этих восьми рам сделали 16 серебряных опор, по две опоры под каждую раму. Ну вот, все повторяется. Сделали перекладины из акации пять для соединения рам вдоль одной стены скини, и пять для соединения рам вдоль второй стены скини, и пять для ее задней западной стены. Это то, что скрепляет рама между собой. Средняя перекладина соединяла раму от одного конца стены до другого. Рамы покрыли золотом, приделали к ним золотые кольца для крепления перекладины, покрыли перекладины золотом. Соткали завесу из голубой, пурпуровой, багряной пряжи и тонкого льна, на завесе были вытканы херувимы. Мы еще говорили, что это вот такое исключение. Опять у нас херувимы появляются вот для внутреннего убранства, хотя вообще-то изображение того, что наверху, на земле или под землей, ну, нельзя было делать, но вот в Скинии особые правила, да, в священном месте то, что в другом месте выглядело бы нарушением, здесь это исключение. Сделали для нее четыре столба из акации, покрыли их золотом, изготовили золотые крюки, отлили из серебра четыре опоры для столбов. Из голубой, пурпуровой, багряной пряжи и тонкого льна сделали разноцветный полок, который должен был закрывать вход в шатер, да, на восточной стороне вход. Сделали пять столбов с крюками, покрыли столбы золотом вверху и внизу и сделали для них пять опор из меди. Скиния готова. Дальше в 37-й будет описание той утвари, которая в Скинии стоит, но, наверное, вот заново просто повторять то, что было сказано нами, когда мы читали главы с описанием Скинии. Большого смысла нет, я только какие-то самые основные вещи, может быть, повторяю. Спасибо. 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 Спасибо.